Ну и мы представляем наших утренних гостей с огромным удовольствием. У нас в этой студии сейчас Алексей и Георгий Колосовы, сын и отец. И можно сказать, что оба они заядлые туристы. У обоих огромный опыт жизни в палатке. Ну и конечно же они пришли не с пустыми руками, а с двумя музыкальными инструментами, на одном из которых Георгий сейчас восседает. А другой в руках у Алексея. Ну говоришь Барт, говоришь сразу палатка, говоришь тут же понимаешь Барт, Барт, Костер. Ну в общем это такая логическая цепочка. Почему? И хочется вот такой вот всегда меня волновал вопрос. Барда где вдохновение чаще посещает? Все-таки у костра или в маршрутном такси номер 30? Не знаю, в городе. Вдохновение вещь непредсказуемая. Вот. Но у костра и под шум волны, или под журчание реки, это конечно особое ощущение. И Барт всегда почему-то у большинства людей ассоциируется, это такой бородатый мужик в кедах, в треков, в штормовке. И обязательно возле печки стоят лыжи. Летом. Причем летом. Такой свитер с горлышком с высоким. Обязательно свитером. Нет, свитер это непременно. Некоторые барды говорят вяжут не только свитера, но и гитары. Они что только не вяжут, что только не жгут. Даже есть древняя байка, как компанию бардов выселили из гостиницы за то, что пели ночью. Но не за то, что пели громко, а за то, что у костра. Хочется Гошу спросить. Мы уже узнали, что Гоша окончил уже 9 класс, собирается поступать в музыкальное училище. Скажи, пожалуйста, насколько часто ты с папой путешествуешь по Байкалу, например, отдыхал в палатке? Помнишь ли ты какие-то, может быть, глубоко детские воспоминания из палаточной жизни? Ну, каждое лето мы ездим на Байкал, и там мы проводим достаточно много времени. Не было у тебя такого, папа, опять в палатке, хочу в гостиницу, в отель. Да нет, я дома за зиму наживаюсь, а летом охота других ощущений уже. То есть смотрите, и не только Байкал. Вот скажите, в чем для вас кайф отдохнуть на природе и поспать, вот, например, не в какой-то комфортабельной гостинице, а именно на твердой байкальской земле? На жестких корнях байкальских лиственниц. Вообще город – это неестественная среда обитания для человека. Это последние несколько сот лет человечество загнали в города, а так всегда люди жили ближе к природе. И лес, речка, море – это всегда было прекрасно. Прекрасно. Просто мы об этом забыли. Кто-то больше, кто-то меньше. А если еще гитара появляется в руках «Друзья и костер», то, соответственно, душа распахивается. И вот хочется о костре, гитарах и друзьях поговорить. Мы знаем, что скоро состоится какое-то большое, очень грандиозное событие бардовское. Чуть поподробнее. Сильно поподробнее я сам не очень в курсе. Просто будет фестиваль авторской бардовской песни «Алха-2018». По-моему, на станции «Дачная». Станция «Дачная», река Алха, шикарная поляна. Очень рекомендую приезжать. Какие даты это будет? Это будет, по-моему, 22 июня. Через выходные от нынешних выходных, по-моему, будет то самое событие. Наш друг, интернет, поможет вам вдруг. Конечно. Тетя Вика, ведь теперь ясно, 22 июня, если не ошибаюсь. Итак, где на станции «Дачная», на шикарную поляну. Рядом будет шуметь шикарная наша сибирская речка «Алха». А сейчас Алексей Колосов вместе с своим сыном Георгием исполнит для нас прекрасное бардовское творение. Которое называется? «Сибирь – это не Ямайка». Наши друзья из Улан-Удэ, Евгений Бальчугов и Зорик Тоба Батор Циренов, авторы этой песни. Можно сказать, это гимн сибиряков. Еще мало кому известный. Всего три месяца лета и остальное зима. Я удивляюсь, как успевают вырасти травы. Здесь на деревьях иголки и нету бананов. Здесь не протянешь, как на Ямайке с пустым карманом. О, Сибирь – это не Ямайка. О, Сибирь – это не Ямайка. Такое короткое лето, солнца хватает едва. У-у-у-у, чтобы выросли травы. Водка и мясо, мясо и водка Не дают умереть в холодах Но все равно хорошо жить в Сибири Лес, лыжи, сплавы О, Сибирь, это не Ямайка 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 Внутри нас горит солнце природы Все равно, что было вчера По душе нам любая погода, свобода О, Сибирь, это не Ямайка 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 Специальный гимн сибиряков Только что прозвучал Я очень понимаю, почему Солнце манящая песня была придумана В Солнечной Республике Бурятия Потому что там тоже спокойные люди У нас в гостях были Алексей Колосов и Георгий Колосов Семья музыкантов, туристов и бардов Спасибо большое Ну а мы продолжаем нашу программу Что интересно будет у нас в городе Этим вечером узнаем прямо сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому